Рынков Труда Рынков Труда Рынков Труда Рынков Труда Рынков Труда договорах условий, определенных законодательством. До тех пор традиционно, в общем, более чем столетия существования трудового права, всегда был принцип, что любые коллективные и индивидуальные соглашения могут только улучшать условия по сравнению с тем, что приняло законодательство. Конец прошлого века, два принципиально новые явления. Это рост нестандартных форм занятости, включая превращенные формы найма, когда фактически наемный работник ставится в положение якобы самозанятого или независимого предпринимателя, вступающего в гражданско-правовые отношения, фактически с работодателем, который притворяется равноправным экономическим контрагентом. И, соответственно, даже в тех сферах, где продолжает господствовать стабильная, стандартная, традиционная занятость индустриального типа, эти отношения также размываются и ослабляются. Ну и, наконец, как один из результатов всего этого, выравнивание отношений, в том числе и в международном плане, по худшему уровню, по низшему уровню. Ясно, что это лишь тенденция, в реальности этого нет в полной мере, но тенденция несомненна. Очень интересно идеологическое оформление вот этих аспектов Вашингтонского консенсуса в том, что касается сферы труда, оказалась чрезвычайно актуализирована достаточно старая концепция человеческого капитала, предложенная Шульцем еще в конце 50-х годов, если я сейчас память не подводит, он в 62-м году за это номер получил, но востребована концепция оказалась действительно гораздо позже. Тоже понятна идеологическая обоснованность этого. Даже вульгарно-политэкономическая концепция труда как фактора производства все-таки признавала, что это нечто отличное от капитала. Как бы некоторым образом с ним соединяется, но все-таки не только. А тут опять-таки, ну кто? Просто человек сначала инвестировал в свой человеческий капитал, потом применяет этот капитал, соединяясь там с другими капиталами финансово-материальным и так далее. Как бы опять же, понимаете, никаких тебе классовых конфликтов, классовой борьбы и прочих безобразий. Вот просто, а то, что у тебя доход на этот капитал ниже, чем у капитала финансового, скажем, ну вот неудачно вложил, значит, неудачно применил. То есть, вот то, что, кстати, недооценивается. Еще говорят там о предельном антигуманизме концепции человеческого капитала, когда все многообразие свойств человека сводится только к экономической стороне, но вот это вот прикрытие, ухосточение эксплуатации в форме использования этой концепции как-то, по-моему, не очень осмысленно. Очень, думаю, полезно проанализировать те обоснования новых явлений в сфере регулирования рынков труда и трудовых отношений. Как правило, ссылаются на изменение характера труда новые явления. Никто не спорит, что такие явления действительно существуют. появляются новые формы труда, растет удельный вес работников, занятых действительно творческими видами труда, которые с трудом поддаются традиционной регламентации, традиционным формам организации и требуют каких-то иных форм регулирования трудовых отношений, в том числе и с правовой точки зрения. Но следует отметить, что речь-то идет немножко о другом. Да, конечно, массовая деиндустриализация в центре мира системы приводит к тому, что растет удельный вес и становятся преобладающими занятость в неиндустриальных отраслях. Но это вовсе не означает, что такая занятость приносит с собой обязательно какие-то новые явления в организации труда, в регламентации трудового процесса, в задержании труда не с точки зрения конкретно выполняемых функций, а самого характера, глубинного характера труда. В сущности, если мы посмотрим на то, как организован труд клерка в крупной корпорации, хоть операционистки в банке, даже не на самом глубинном, а на достаточно поверхностном уровне каких-то принципиальных отличий от труда работника рабочего на сборочном конвейере, в общем-то, не произошло. И происходит интересная подмена понятий. Говорят про очень, ну, пока еще достаточно узкий круг действительно новых работников, там, не знаю, программистов, творческих работников в сфере дизайна, например, и переносят те проблемы, которые пораждают эти новые формы дистанционной труда, переносят на массовые формы занятости. Говорят, ну, мы же должны обеспечить им, мы должны пойти навстречу работнику. Вот новый работник требует принципиально нового регулирования труда. Ему тесно в старых. Они уже слишком стандартизированы. И это не только, как происходит не только за рубежом, мы последние два года это постоянно слышим у нас в России. И в этом смысле тоже очень интересная вещь. Когда мы констатируем снижение влияния профсоюзов, снижение охвата профсоюзным членством наемных работников, опять-таки это часто сводится к тому, что вот есть некие объективные процессы, неизбежные, и это процесс неостановимый, неудержимый и, в общем-то, совершенно нормальный. Между тем при этом забывается, что ведь начальной точкой резкого, вот такой переломной точкой сокращения юнионизации наемных работников стали сугубо политические явления. Как вообще в истории мирового капитализма мы за очень многими, на первый взгляд, сугубо объективными, чисто экономическими процессами обнаружим некоторые политические первые толчки, так и тут. Ведь не случайно мировая неоконсервативная контрреволюция была отмечена, среди прочего, погромом профсоюзов, которые произвели Тэтчер в Великобритании и Рейган в Соединенных Штатах Америки. А тут включается процесс самоподдерживающегося ухудшения. Профсоюз, у которого подорваны возможности для осуществления своей функции, защиты наемного труда, естественно, начинает падать популярность. Падение популярности приводит к сокращению численности, сокращение численности уменьшает возможности для давления на работодателя и на правительство. Как бы тут идет такая спираль, уходящая все глубже и глубже вниз. Вместе с тем изменения сдвига в занятости также влияют неблагоприятно. Когда ситуацию, когда основной боевой силой профсоюзных объединений становятся нетрадиционные профсоюзы в промышленных отраслях, а профсоюзы отраслей социальной сферы. И это тоже наверняка одна из причин, почему идет давление в сторону их приватизации, дробления и дробления работников, навязывания бессалитаризирующих форм оплаты организации труда, такой принудительной индивидуализации и атомизации рабочей силы. Вместе с тем, как раз в последние годы в целом ряде развитых стран наметилась обратная тенденция, когда вдруг взрывообразно начало расти профсоюзное членство именно в нетрадиционных для профсоюзов сферах, но, прежде всего, связанных со сферой услуг и отраслями общественного обслуживания. И здесь возникает чрезвычайно серьезная проблема и для ученых, и для общественных и политических активистов действительно найти ответы на те вызовы, которые сейчас уже вроде бы уходят в прошлое, но которые, несомненно, инерционно долго будут сказываться, а также на появление новых тенденций. Не случайно, что во всех ведущих странах, начиная от США, окончая Россию, все громче говорят о необходимости реиндустриализации. И для нас это тоже существенная проблема, как, если это останется не только словами, а станет реальным процессом, как использовать его для возрождения рабочего движения на новой основе, поскольку, опять-таки, если всерьез будут реализовываться эти призывы, то ясно, что речь будет идти о рабочей силе нового качества, гораздо более грамотной и тем самым дающей гораздо лучшие, чем прежде, возможности для освоения левых идей и для построения более эффективных форм организации. Кто, естественно, не снимает с нас задача работать и в традиционных отраслях, и работать в сферах, в социальных отраслях, опять-таки, здесь, я думаю, хочется верить, что вот некоторый новый шаг был сделан в прошлую субботу, когда в Москве был учреден межрегиональный профсоюз работников высшей школы, университетская солидарность, то есть в России вот этот процесс втягивания в профсоюзное движение тех слоев, в реальные профсоюзные движения, не как бы вот не в имитацию, которая была свойственна советскому, постсоветскому обществу реально, так же, как бы, начинает распространяться и на наших странах. Спасибо.